Я никогда не ругаюсь, я стараюсь поддерживать. В любом случае понимать надо, что сам человек приехал на какие-то соревнования, он к ним готовился, он хочет выиграть, туда все приезжают. Но что-то пошло не так. И тут налетать и какие-то высказания делать, я считаю, что это не очень литва. А ты ученикам своим, вообще как считаешь, самоконтроль такое серьезное качество, которое надо формировать в себе, тем, кто практикует дзюдо? Нет, надо, конечно, это обязательно, но не у всех получается. Просто я говорю, от соприроды есть... Это сопрекрасный тренер, но это соприключивый и... Это про тренера, а ученики. Ученикам надо это формировать. Почему это надо формировать в учениках самоконтроль? Почему это важно? Почему важно сдерживать гнев? Почему это может привести вообще? В гневе, понятно, человек сам теряет контроль. Возьмем поединок. В любом случае, ты выиграешь, проигрываешь, ты должен думать. Когда у тебя появляется чувство гнев, как правило, мозги отключаются. Тут хорошего ничего нет. Скорее всего, ты в любом случае проиграешь. А если бы с этими эмоциями справиться, то шансы есть. Потому что дзюдо – это такой вид спорта, что в любую секунду ситуация может поменяться. В гневе вообще и в жизни и в дзюдо человек теряет контроль и может сделать такое. Но, по твоему мнению, занятие дзюдо, практика дзюдо, соревновательные поединки, тренировочные поединки, они способствуют тому, что человек настолько формируется самоконтроль над собой, что ничего вообще не может его сбить со сновок. Будто на улице, в жизни, в жизни. Но он очень сильно… Ты вот, допустим, по своим ученикам видишь, что они настолько себя контролируют, что они… Потому что зачастую были же случаи… Я почему про самоконтроль хочу поговорить больше так сейчас. Потому что были же случаи, и тебе известно, что многие известные дзюдоисты в обыденной жизни совсем не так контролировали себя, понимаешь? Раздражались, гневались, и в результате это все выливалось в неконтролируемые своих действий и… Проблемы какие-то. Проблемы какие-то. Такое есть как бы в спортивном дзюдо соревновательном. Это проблема упущения тренеров, как ты говоришь? Неправильное объяснение сути, что мы все-таки занимаемся не для того, чтобы воткнуть кого-нибудь, а для того, чтобы в первую очередь научиться контролировать, наверное, себя с помощью вот этих вот упражнений, зная, что мы можем воткнуть, мы сдерживаем это. Потому что в любой момент кто-то тоже может так же воткнуть и нас. Ну, конечно, можно. Сложный вопрос. Ну, я не знаю. Тренер, наверное. И очень важен тренер, в общем, первого этапа. Когда, я считаю, очень обкладывается все. Дальше уже идут больше технические моменты. А вот эти вот понятия, это, в общем, зависит, наверное, от тренера. А получится, не получится, ну, я не знаю, у меня, например, большинство, вот я сейчас смотрю так, встречаю часто, ну, Уверенны в себе люди, кто, ну, как в разных областях, кто-то в органных правопорядках, кто-то нет, кто-то в бизнесе. Ну, они умеют контролировать все. Все на самом контроле, да. Храбрость. Смелость делать то, что считаешь правильным. Вот такое объяснение задается. Вот храбрость. Как оно, это качество у учителя, у наставника, как оно развивается вообще в занятиях, как ты это качество развиваешь. Вот я разговаривал, ну, вот давайте сначала на это, а потом я добавить не могу. Храбрость. Ну, такое. Я считаю, вот как раз… Делать то, что считаешь правильным. Как это можно, то есть, сделать все? Делать то, что считаешь правильным, храбрость. Как-то я что-то… Или твое понимание, что такое храбрость. Вот ты говоришь своим ученикам, ну, давай там… Храбрость, я считаю, это уже… Вот приходят разные дети. Некоторые просто не готовы, допустим, к поединкам. Для них это вообще целое событие, выйти на соревнованиях и… Хотя просто выйти, не то, что… Не до борьбы. Некоторые случаи были, но мало. Просто до соревновательного дзюдо не доходят. Ну, сами, как говорят, не могут справиться со своими эмоциями. Не то, что там боятся, но… Ну, как-то вот… Волнение присутствует сильное, что… Даже вот они приходят взвеситься и все… И уходят домой. Вот, как говорят, преодоление себя… Некоторые… Некоторые сами родители подходят. Ну, как, вот мы… Вот всего одна схватка. Я говорю, а вы… Вы сами раньше занимались? То есть, вы… Ну, попробуйте выйти. Просто… Лицом к лицу у человека. То есть, у вас это было? Нет? Вот мы там… Я там чем-то занимался. Я говорю, поэтому это уже, я говорю, победа. То есть, что он хотя бы приехал, вышел. Пусть там проиграл первую схватку, но… Он у вас молодец. Справился со своими эмоциями. Победил, в общем-то, страх. И… Ну, его можно назвать храбрым. То есть… Вот… Вот… Мое понятие храбрости – это… Справиться в, там, в критических каких-то моментах. Он… Сам с собой. И… Ну, в общем, не дать заднюю. А… Выйти. Ну, и… Даже, как бы, проиграть, но… Достоин. А вот смотри. Вот я задал вопрос Михаилу тоже про храбрость. И Андрею Волку. Вот я говорю. Тебе учитель на соревнованиях, там, дает подсказки. Говорит, что делать и так далее. А ты понимаешь, что правильным было бы делать совсем другое. И ты делаешь это. Угу. Вот с твоей точки зрения, вот такой поступок, когда ты говоришь одно, а твой ученик делает другое. И даже если это приводит… К… К… Я прошу. Вот ты как посмотришь? Что он сделал глупость или все-таки он храбро… Если он тебе объяснит, скажет… Знаешь, учитель, вот я видел, что вот это действие было… А? Да, да, да. Понял. То есть я вот видел так и я вот решил вот так попробовать. Да. Ты как посчитаешь, что вот он храбро поступил или это глупость была, дуралей надо было меня послушать? Или там… Хотя ты тоже же, да, ты считал, что это правильно и надо было это делать? Храбрости… Наверное, нет здесь все-таки. Хотя я допускаю момент, что ученику доверять надо и в целом какие-то моменты… Может быть так и формируется вот храбрость ученика в какой-то вот момент принять ответственное решение… В свое решение, да. Принять ответственное решение в данной ситуации, хотя понятно, что можно со стороны лучше видеть, да, когда там секундир. Но бывает так, что… Нет, иногда такие моменты бывают действительно глупые. То есть это вот именно… А если это, ну, какой-то вообще риск, который мог, допустим, привести к победе, но вот он решил попробовать, тогда это… Да, тогда это заслуживает уважение. А иногда бывает, конечно, просто, ну, глупо поступают из-за того, что просто, ну, не знаю, мозги отключаются опять же там от чего-то и… А так, ну, да, можно назвать это храбростью, потому что принять решение. Но опять зависит, сколько еще этому спортсмену лет, допустим. Если он уже взрослый, то понятно, что ему надо доверять больше. Если он еще только начинает, то тут все-таки надо ругать за это, за такую храбрость. Вежливость. Уважение других людей. Вот это последнее такое качество, которое описано в кодексе дзюдо. Вежливость. Как ты думаешь, можно ли его вот так взрастить в занятиях дзюдо и вообще насколько оно важно? Или, в принципе, можно обойтись без вежливости? Да, нет. Можно и тоже уделяем этому много, в общем, времени. Сейчас… Сейчас просто… Пошло одно поколение, что, допустим, зайти куда-то и сам не поздороваться – это вообще нормальная вещь, но… И я думаю, что как раз дзюдо очень, очень сильно помогает, потому что мы этому уделяем много внимания, даже, допустим, лагерь пожелать приятного аппетита, все эти моменты, ну… И обязательно встречая взрослого, то есть сказать здрасте – это же не трудно, но это уже показывает о твоем воспитании и… То есть… Многое говорит о тренере. То есть если вы дети вежливые, пусть это так не… Ну, как говорится, пока не соединяется не от души, а просто, в общем, идет автоматически, но потом все равно это вырастет, то есть в какую-то культуру вежливости. Ну вот, подводя итог всего кодекса, как ты думаешь, вот этот кодекс дзюдо – дружба, уважение, искренность, честность, скромность, на которые храбрить, вежливость, вообще, зачем это все прописано в кодексе дзюдо, и для чего вообще это нужно культивировать в практике занятий дзюдо? Зачем тренер должен уделять этому внимание? Для чего вот это все? Может быть, и можно и без этого обойтись? Вообще, как ты думаешь? Да нет, это сорбатись-то можно, конечно, но я считаю, что наша-то, в общем, цель-то основная, понятно, допустим, воспитать чемпиона. Это может, в общем-то, и сам не получиться, но в первую очередь это воспитание нормальных, здоровых мужчин. То есть, наше будущее, из которых, в принципе, не стыдно будет, они и сильные, воспитанные по всем этим понятиям. То есть, и… я думаю, что это только в нашем виде. Дзюдоисты, наверное, немножко отличаются от других видов спорта. Может быть, за счет того, что мы реально этому вниманию не уделяем. Может быть, и в других видах тоже. Вообще, это все понятия жизненные. Ну, качество понятно, что это жизненное, но вот я не встречал где-то, чтобы было это четко вот так сформулировано неким таким кодексом. Я знаю, что есть в других боевых искусствах, есть в карате и так далее, они все похожи. Это как бы из кодекса такого бусидок, да, из кодекса, так сказать, воин и так далее, вот эти качества. Я не знаю, там, есть ли в велоспорте, это там, не знаю, в плавании, в теннисе большом и так далее. Вот. Понятно, что эти качества в обычной жизни тоже есть, но благодаря, почему именно, вот уделяете внимание, почему именно благодаря вот именно занятиям, боевым искусствам, в частности, жюдо, эти качества, прописанные в этом кодексе, настолько развиваются, что человек, в принципе, вот как ты сейчас сказал, что да, наша цель как бы тренеров, ну, многие ставят цель, как, конечно, тренеру хочется воспитать чемпионов. Но это не, может быть, это цель, а вот такое понятие, как миссия, а в конечном итоге миссию, какую мы хотим выполнить-то все-таки. Наверное, вот развив в человеке вот эти вот качества, да, вот этого кодекса, да, так сказать, объяснив, мы сделаем... Получить полноценного, ну, как... Члены общества. Члены общества, да. Чемпионы, может, не получиться. Может, получить президент в России. Но человек будет. Будет, конечно. Будет, и за него будет. Интернативный, уважающий, истинный, честный, кромкий, контролирующий себя, храбрый и вежливый. И вежливый. На этой ноте мы заканчиваем. Занимайтесь дзюдо, несмотря ни на что. Да. Кодекс изучайте дзюдоисты. С вами был... Следуйте ему да. Да. Андрей Попов. Рязань. Спасибо. До новых встреч.